Мы вместе и мы должны беречь друг друга в это непростое время, говорит известная в нашем городе вокалистка, представитель Белорусского союза женщин Марина Житинева. Она на время сменила концертные костюмы на закрытый образ с перчатками и маской, но своей жизненной активности не теряет, помогая и поддерживая тех, кто столкнулся с коронавирусом. В наше непростое время я хочу призвать всех жителей носите маски, мойте руки, и это действительно серьезные вещи. Это не смешно, потому что находясь на этой святой территории, где выписываются, ложатся больные, мы это видим, это настолько ощущается. Нам кажется, когда мы гуляем по городу, что этого не видно, это где-то витает, летает, а здесь это такие реалии жизни. Поэтому я вам всем желаю здоровья, соблюдайте правила гигиены, пользуйтесь масками. Всем здоровья! Творчество не знает границ, согласитесь. Еще несколько месяцев назад мы не могли подумать о том, что посещать концерты можно, не вставая с дивана. Теперь же у нас есть такая возможность. Игорь Пашечко, известный в городе шоумен и музыкант, вместе со своей творческой командой во время пандемии стал работать над записями онлайн-концертов. Много есть же мнений и медицинских, и околомедицинских, про то, что кто-то говорит, что маске полезно, кто-то говорит, что это ничего не решает. Я для себя принял решение это делать, то есть применять те минимальные средства защиты, которые есть, то есть маска, дезинфекция рук, одежда, когда я прихожу домой, снимается и складывается в шкаф. Одно время это вообще упаковывалось в пакет и уносилось на балкон, сейчас просто в шкаф в коридоре. Стараться соблюдать социальную дистанцию обязательно и без необходимости, собственно, не посещать те мероприятия, где очень много людей. Для меня, допустим, вот эти вот минимальные средства защиты, это вот как правило дорожного движения. Потому что, если я соблюдаю правила дорожного движения, далеко не факт, что в меня не въедет грузовик. Но есть шанс, гораздо больше шансов, если я соблюдаю правила дорожного движения, если я соблюдаю в ремне безопасности и так далее. То есть есть гораздо больше шансов уцелеть, самому не стать причиной этой аварии, вовремя среагировать на нее. То есть вот для меня ношение, скажем так, марлевой повязкой, либо вот этой вот оригинальной с чесноком, это правило дорожного движения, которое стоит выполнять. Коронавирус поменял уклад жизни белорусов. Мы узнали много нового о себе, о своем окружении из-за вспышки эпидемии. Мы научились быть человечнее, заботливее в отношении друг друга. Вроде бы держим дистанцию, но становимся ближе. Молодые брещане как-то стали сплоченнее, помогая ветеранам, пожилым людям, медицинским работникам. И вот он, самый настоящий вирус – вирус доброты. Мероприятия мы проводим, конечно, уже не такие массовые, то есть по пять человек, но все равно молодежь, она активна, она продолжает, она не унывает, она настроена позитивно. И хочется всем пожелать тоже хорошего настроения, позитива, больше конструктивизма, то есть чтобы мыслили конструктивно, чтобы чувствовали себя хорошо. И мы вместе, мы вместе это все переживем, преодолеем. Самое главное – это соблюдать меры безопасности, беречь своих родных и близких, может быть, отказаться от каких-то массовых гуляний, посещений, встреч с друзьями, пообщаться с ними по телефону. И главное – не унывать. Мы вместе. И мы, именно мы должны сказать себе, я ответственен не только за свое здоровье, но и за здоровье близких и совершенно чужих людей. Мы просто не имеем права сегодня, когда коронавирус еще рядом, забыть о правилах личной гигиены и мерах профилактики. Нужно носить маски в местах скопления людей, нужно мыть руки, а если вы чувствуете признаки недомогания, обращайтесь к врачам и оставайтесь дома. Воспользуйтесь народной мудростью. Здоровье не купишь, его разум дарит.